здравствуйте меня зовут евгения в этой презентации я хочу продемонстрировать высокое качество прогнозов которая позволяет получить наша уникальная программа фиба прогноз для windows она помогает трейдеру сделать высокоточный прогноз движения инструментов на маркете в начале или в процессе движения до достижения прогнозируемых точек на графике эта программа может работать независимо от торговых платформ и не требует программной состыковки с ними программа фиба прогноз предоставляет графические компоненты для анализа структуры рынка и прогноза поведения графика инструмента повышает точность оценки в программу фиба прогноз рамку который вы сейчас видите вот она входят графические компоненты это технические инструменты фиба уровни вот они второе фиба цель и фиба прогноз технические инструменты фиба уровни фиба прогноз хорошо известны и используются трейдерами инструмент же фиба цель разработан нашей компанией на основе модифицированного алгоритма и для его использования отработана новая технология прогноза он представляет собой параллельные горизонтальные линии положение которых рассчитано по модифицированному алгоритму использующему числа фиба обозначить уровни условно обозначены и и би 1 2 3 4 вот сейчас мы его посмотрим допустим пожалуйста это границы наши а это прогноз 1 2 3 4 даже вот сейчас мы увидели прогноз сейчас мы его даже посмотрим вот наш прогноз мы его сразу получили этот новый инструмент сочетании со стандартными методами фиба уровнями и фиба прогнозом дает существенное увеличение точности прогноза и позволяет оценивать вероятный уровень окончание движения инструмента а также возможный разворот и изменение направления движения прогноз по числам фиба начи органично сочетается с использованием признаков анализа трейда разработанных александр михаловичем герчиком поэтому мы включили интерфейс позволяющий быстро составить сценарий и описать сделку пользуясь этими признаками используя технические инструменты программы фиба прогноз мы рассмотрим структуру маркета на примере дневного графика amazon с 16 июля 2022 года по 16 июня 2023 года на этом дневном графике отображено состояние маркета после движения от уровня 102 08 до уровня 144 07 последнее движение после гепа от точки a1 до точки b1 эти точки являются границами которые используются техническим инструментом фиба цель он дает нам уровне прогноза 1234 поскольку в данном случае этим инструментом мы строим дальний прогноз оставляем на графике последний четвертый уровень а ближайший прогноз где это возможно в основном будем делать другими инструментами график 11 на окончании большого движения инструмент не создал трех точек для классического прогноза инструментом фиба прогноз воспользуемся техническим инструментом фиба цель находим последнее движение в лонг точки a и b и на них выставляем фиба цель получаем уровне 1 и 2 график 12 он показывает окончание движения на уровне 1 в точке c на дневном графике 13 выставляем границы a и b на которых устанавливаем технический инструмент фиба уровни и сразу получаем уровне 0 382 0 5 0 618 далее смотрим куда откатиться наш инструмент график 14 дает нам окончание отката на уровне 0 382 на дневном графике 1 5 на полученных трех точках a и b и си выставляем технический инструмент фиба прогноз и сразу получаем уровне 1 1 272 1 618 2 график 16 показывает окончание движения на уровне 1 в точке d на дневном графике 21 выставляем границы a и b и на которых устанавливаем технический инструмент фиба уровни и сразу получаем уровне 0 382 0 5 0 618 ждем окончания отката нашего инструмента график 22 показывает окончание отката на уровне 0 5 график 23 на трех точках A и Б и Б и Б выставляем технический инструмент фиба прогноз ай б и б и си выставляем технический инструмент фиба прогноз и сразу получаем уровни 1 1 272 1 268 2 часов 2018 2 график 24 показывает окончание движения на уровне 1 в точки D. На гивном графике 3.1 выставляем границы A и B, на которых устанавливаем технический инструмент FIBA-уровни и сразу получаем уровни 0.382, 0.5, 0.618. Смотрим, куда откатится наш инструмент. График 3.2 показывает окончание отката на уровне 0.382 в точке C. На гивном графике 3.3 находим точки A, B, C, каждая из которых является либо точкой отката, которую мы определили техническим инструментом FIBA-уровни, либо найденный инструментом FIBA-прогноз. На эти точки выставляем FIBA-прогноз. Сразу получаем уровни 0.618, 1, 1, 272. На уровне 0.618 в дневной график 3.4 получаем точку D, от которой начинается откат. График 4.1 показывает, что откатное движение часто идет относительно более ранних уровней, но это можно увидеть только во время отката. Находим точки A и B, на них устанавливаем технический инструмент FIBA-уровни и сразу получаем уровни 0.382, 0.5, 0.618. Смотрим, куда откатится наш инструмент. На графике 4.2 откат заканчивается на уровне 0.5 в точке C. График 4.3. Устанавливаем технический инструмент FIBA-прогноз на точки A, B и C. Получаем уровни 1, 1, 272. Наблюдаем за движением нашего инструмента, где оно закончится. График 4.4. На уровне 1 получаем точку D, от нее начинается откат. На дневном графике 5.1 выставляем технический инструмент FIBA-уровни на точках A и B и сразу получаем уровни 0.382, 0.5, 0.618. Ждем, куда придет наш откат. График 5.2. Откат закончился на уровне 0.5 в точке C. График 5.3. Строим прогноз на точках A, B и C. Выставляем технический инструмент FIBA-прогноз на эти точки. Обращаем внимание, здесь же проходит уровень 4 технического инструмента FIBA-цель. Поэтому оставляем только уровень 0.618, который практически совпадает с уровнем 4. График 5.4. Он показывает окончание глобального движения в точке C1 на уровне 4. Это был прогноз техническим инструментом FIBA-цель от точек A1 и B1, а также окончание движения в точке D. Прогноз техническим инструментом FIBA-прогноз от точек A, B, C. И это совпадение двух прогнозов. А также мы видим окончание большого движения, длившееся около 4 месяцев. Интересно отметить, что каждый раз во время движения от точки C к точке D, когда происходил откат, он не превышал 50%, то есть 0.5. График 6.1. 13 дней идет накопление энергии для разворота. Инструмент зажат между уровнями 81.46 и 87.67. Здесь мы делаем сразу несколько прогнозов. Первый. Используя технический инструмент FIBA-уровни от точки X, начало 4-месячного движения в шорт, до точки Y, находим возможные варианты отката 0.382, 0.5, 0.618. Второй. Поскольку это вероятное начало движения в лонг, и у нас нет трех точек для прогноза, используем технический инструмент FIBA-цель. Делаем прогноз от последнего движения в шорт. Точки A1 и B1 для глобального прогноза. Получаем уровни 1, 2, 3, 4. И третий прогноз строим от последнего движения в шорт в накоплении от точек A и B техническим инструментом FIBA-цель. Получаем уровни 1, 2, 3, 4. Наблюдаем за движением нашего инструмента. График 6, 2 показывает нам первую точку отката – C на уровне 3. График 7, 1. Выставляем технический инструмент FIBA-уровни на точки A и B. И сразу получаем возможные уровни отката 0.382, 0.5, 0.618. График 7, 2. На уровне 0.5 видим точку отката – C. Она практически у уровня 0.5. Инструмент почти откатился до уровня 0.5 и резко пошел в лонг. График 7, 3. По точкам A, B и C ставим технический инструмент FIBA-прогноз, который сразу дает нам уровни 1, 1.272 и 1.618. График 7, 4. Окончание движения приходится на уровень глобального отката 0.5. Там же находится точка C1 на уровне 2, полученная техническим инструментом FIBA-цель. А также точка D на уровне 1.272, который мы получили техническим инструментом FIBA-прогноз. Все они практически сходятся, а это значит, что здесь может быть окончание движения и разворот. График 8, 1. Выставляем технический инструмент FIBA-уровни на точки A и B. И сразу получаем уровни 0.382, 0.5, 0.618. График 8, 2. Ожидаемый откат заканчивается на уровне 0.786 в точке C. Это является очень глубоким откатом. Практически движение в лонг начинается снова. Поэтому мы находим новое последнее движение в шорт и от точек A1 и B1 выставляем технический инструмент FIBA-цель. И сразу получаем уровни 1, 2, которые практически совпадают с уровнями 1.272 и 1.618 от прогноза, который дал технический инструмент FIBA-прогноз. На графике 9.1 мы видим сразу три прогноза. Первый – технический инструмент FIBA-прогноз от точек A2, B2, C2. Он показывает уровни 1, 1.272, 1.618. Второй – технический инструмент FIBA-цель от точек A1 и B1 дает уровни 1, 2. И третий – технический инструмент FIBA-прогноз от точек A, B, C сформировал уровни 0.618, 1, 1.272 и 1.618. Следим за инструментом, куда он может дойти. График 9.2. Мы видим, что ни первый прогноз от точек A2, B2, C2, ни второй прогноз от точек A1 и B1 пока не исполнились. Поэтому мы их оставляем и продолжаем за ними наблюдать. Зато третий прогноз от точек A, B, C дал великолепный результат. Рассмотрим его. На уровне 0.618 мы получили первую точку D, затем малый откат 0.382, следующий уровень 1, точка D1, снова малый откат 0.382 и сильное, практически безоткатное движение до уровня 0.618, точка D2. И супермалый откат 0.236, который показывает, что инструмент продолжит движение в лонг. График 9.3 показывает интересный результат. Первый прогноз от точек A2, B2, C2 на данный момент дал уровень 1.272. И он совпал с последним уровнем 2.618 третьего прогноза от точек A, B, C. И мы видим, что наш инструмент немного не дошел до этих уровней. Зато опять прекрасно отработал технический инструмент FIBA-цель и показал нам окончание движения на уровне 1 в точке C1. По моим наблюдениям, обычно от уровня 1 по FIBA-цели идет откат. Будем наблюдать. Вывод. Проведя полное исследование структуры дневного графика Amazon с 16 июля 2022 года по 16 июня 2023 года, мы увидели, что каждое движение инструмента абсолютно предсказуемо. Используя разные инструменты программы FIBA-прогноз, можно предсказывать окончание движения, разворот, а также величину отката любого инструмента. Программа FIBA-прогноз дает трейдеру высокоточный инструмент для работы на маркете. Программа FIBA-прогноз одновременно с предсказанием по FIBA-начи позволяет быстро составить сценарий и описать сделку, пользуясь признаками, разработанными Александром Михайловичем Герчиком. Это одновременное использование двух разных предсказаний дает возможность давать более точный прогноз. Для быстрого составления сценария представляется последовательность панели. Сейчас мы все это посмотрим. Мы можем открыть левую боковую панель. Вот она перед нами. И она может расширяться и показывает нам группу вкладок «Анализ трейда». Туда входят сценарий, сделка, схема, а также заметки. Вот мы сейчас и посмотрим. Напишем сценарий первый, который нас интересует. Мы выбираем то, что соответствует нашему написанию сценария. Вот наше накопление энергии. И мы видим, что здесь может быть какое-то продолжение. Вот мы его сейчас опишем. Допустим, что у нас до этого было? Это был глобальный тренд лонг. Что у нас было локальным трендом? Это был боковид. Уровень у нас уже здесь стоит – это 410.64. И мы считаем, что будет продолжение движения. Нажимаем на зеленую стрелочку. Что здесь нам предлагается выбрать для продолжения движения? Признаки. Подходу к уровню предшествовала консолидация? Предшествовала. Поджатие. Ближний ретест. Подход к уровню на большом количестве маленьких баров. Аккумуляция на старшем трее, таймфрейме. Закрытие дневного бара под самый хай или под самый лоу. Отката точно нет. Запас хода точно есть. Есть закрытие баров без хвоста в сторону уровня. Пустота. Отсутствие ближайших уровней. И если есть глобальный и локальный тренд совпадают. Но у нас они не совпадают. Что мы предполагаем, что будет продолжение движения? Long. Нажимаем на зеленую стрелку и сразу получаем сценарий. Вот он у нас. Мы его ставим в какое-то свободное место, чтобы он нам не мешал. И здесь мы его фиксируем. Делаем другой сценарий. Мы предварительно сделали два прогноза, используя технический инструмент FIBA цель. И у нас показывает, что здесь может быть разворот. Мы смотрим, открываем опять нашу левую панель. И в анализе мы находим анализ трейда. Здесь у нас опять все поменялось. Мы видим сценарий. Замечательно. Какой у нас был глобальный тренд? Long. Локальный тренд тоже был long. Уровень здесь уже другой. 443, 443, 490. Здесь у нас мы считаем, видим, что, скорее всего, здесь будет разворот. Поэтому нажимаем стрелку там, где разворот. И предпосылки, которые соответствуют тому прогнозу, который мы сейчас делаем. Длинное безоткатное движение, безусловно. Подход к уровню на больших барах, да. Быстрая скорость подхода, да. Дальний ретест, да. Экстремум, да. Смотрим, что здесь может быть. Мы считаем, что здесь будет разворот. Это short. Нажимаем на зеленую кнопку. И получаем, опять же, вот наш сценарий. И мы его запомним. У нас также есть панель «Сделка», где можно описать сделку заранее, как прогноз. И скорректировать по окончанию трейда. А можно оформить как результат сделки. Ну что ж, посмотрим. Опять смотрим на левой боковой панели. Опять у нас анализ трейда. Ну, поскольку здесь у нас открытое окно, мы его сейчас закроем, чтобы нам не мешало. И будем оформлять нашу сделку. Сделка. Точка входа. Точка входа у нас, допустим, 443.90. Стоп мы ставим. 400. Допустим, 44.90. Сразу прогнозируем тейк. Поскольку у нас тейк, мы считаем, что он может дойти до 0.382 здесь. И здесь может остановиться и сделать снова коррекцию. Либо наверх, либо может уйти наверх. Мы не знаем, но мы предполагаем. Поэтому тейк мы здесь ставим. 432.904. Я уже проверила это. Здесь у нас отбой от уровня. И мы смотрим, что у нас получится. Пожалуйста. Итак, наша сделка. Если у нас произойдет в дальнейшем именно здесь разворот, значит, наше предположение было правильное. Нет, мы ее скорректируем. Для тренировки я постоянно пользуюсь шторкой, которая мне очень помогает. Сейчас мы ее увидим. Опять открываем левую панель. Здесь у нас есть такой раздел «Тренировка». Мы его открываем. И вот наша шторка. Поскольку она у нас сейчас открыта, мы ее просто спрячем. Заодно увидим, насколько у нас отработала правильно наша сделка. Вот она сейчас у нас здесь находится. При анализе трейда важно понимать общую картину движения финансового инструмента. Это легко сделать с помощью упрощенной схемы. Такая схема может быть построена в графическом редакторе. Программа предоставляет графический редактор, который позволяет рисовать ломаную линию графика, горизонтальные уровни, стрелки, отмечать пунктирной линией часть графика, где мы предполагаем, куда может пойти наш инструмент. Ну вот сейчас мы это и посмотрим, как ее можно построить. Опять открываем левую панель. Это опять анализ трейда. И здесь наверху вот наша схемка. Мы ее сейчас и посмотрим. Будем рисовать. Рисовать мы хотим график. Поэтому нам нужно сделать, допустим, несколько уровней. Мы сделаем еще один. Вот так вот опустим его. И, допустим, еще один уровень. Делаем. Теперь строим график. Это так мы предполагаем, что так идет наш график. Я сейчас не смотрю конкретно на то, что я вижу на самом графике. Но, допустим, это вот так у нас работает. Он еще сюда пришел, а потом он собирается упасть. Допустим, он упадет вот сюда. Но это уже то, что мы предполагаем. Тогда это пунктир. И, допустим, стрелка. И мы показываем, что у нас график пойдет вот так вот. Опять ставим. Вот наша схемка. Ну, мы ее где-то, допустим, мы закрыли здесь. И мы ее поставим в свободное место. Даже если здесь, в принципе, можно и закрыть. То есть у нас будет вся информация на графике. Мы уже посмотрели с вами. С одной стороны, это сценарий. С другой стороны, это предполагаемая сделка и наша схема. Программа FIBA прогноз может быть использована в одном из двух режимов – стекло или воздух, что уникально. В режиме «Стекло», который показывает нам вот этот значок «Глазок», графические элементы в рамке программы FIBA прогноз рисуются как бы на прозрачном стекле. И мышка не взаимодействует с программой, которая отображает график, на которую наложена рамка. А в режиме «Воздух» мы должны нажать на этот глазок, у нас появляется значок «Молния». И тогда мы спокойно проходим сквозь рамку, все, что рисуется как бы в воздухе, и мышка проходит насквозь. Мы можем выставить, допустим, вот нам надо поставить какой-то уровень. Пожалуйста. Выставили новый уровень. Так, мы его сейчас закроем. Вообще, мы рекомендуем все построения проводить в режиме «Стекло», а режим «Воздух» использовать во время трейдинга для взаимодействия с платформой. Вывод. Используя разные инструменты программы FIBA прогноз, мы предсказывали окончание движения, развороты, а также величину отката любого инструмента. Увидели, как работает каждый из технических инструментов и наблюдали, какова точность предсказания. Удивительно точен оказался абсолютно новый инструмент – FIBA-цель, разработанный нашей компанией. Программа FIBA прогноз дает трейдеру высокоточную методику прогноза для работы на маркете. Программа прекрасно подходит для работы на любом временном графике – 5, 10, 30-минутном, дневном, недельном и т.д. Программа может успешно использоваться на любых рынках – на акциях, форексе, фьючерсах, на опционах, на криптовалюте. Необычная архитектура программного интерфейса обеспечивает возможность работы с любой торговой платформой без программной состыковки, а также представляет возможность делать прогноз на любых изображениях графика – рисунки, страницы в книге, видео. Оригинальная стратегия предсказания движения маркета, использующая современное уникальное программное обеспечение, делает программу FIBA прогноз исключительно полезным советником для любого трейдера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова